Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий, Александр Катунцев. Пока чиновники Одесской мэрии раздают щедрые обещания, бодро рапортуют о проделанной работе и пытаются убедить одесситов в том, что в городе все в порядке, по мнению самих одесситов, городское хозяйство приходит в упадок. КП «Горсилинтрест» – еще одно слабое звено больного городского хозяйства. Этот вопрос я и предлагаю считать темой нашей сегодняшней программы и ответить на него нам помогут директор коммунального предприятия «Горсилинтрест» Одесского городского совета Александр Рифа и председатель общественного совета при Государственной экологической инспекции в Одесской области Юрий Герасченко. Добрый вечер, уважаемые господа! Здравствуйте! Добрый вечер, уважаемые господа! Александр Георгиевич, конечно же, тему нашей беседы вы слышали, вопросы в основном будут к вам. И, как я считаю, для вас не должно быть новостью, что в целом работе «Горсилинтреста» одесситы дают негативную оценку. Это подтвердили опросы жителей, проведенные нами накануне вот этой программы сегодняшней. В числе главных претензий, разумеется, не к вам лично, а к вашей организации, которую вы возглавляете, следующей. Если можно, пометьте это для себя. Я бы хотел, чтобы из ваших уст прозвучал ответ на каждую из претензий обобщенных. Итак, первое, с чего хотелось бы начать, из года в год растет число инцидентов, связанных с травмированием и даже гибелью людей, пострадавших от упавших на них фрагментов деревьев. Более того, счет поврежденных автомашин одесситов идет на многие десятки. Следующая претензия. Отдельной строкой идут претензии, связанные с крайне неэффективными действиями всех городских служб, в том числе и гор Зелентреста, во время и после недавнего урагана, который прошелся летом. Все мы были свидетелем тому. Третье. Вырубка здоровых деревьев. Последний инцидент, кстати, произошел совсем недавно на Французском бульваре. И недостаточный для Одессы объем высадки новых насаждений. Отсутствие должного ухода и контроля за уже высаженными деревьями. Как яркий пример, тому улица Тираспольская, где значительная часть высаженных деревьев после реконструкции улицы засохла. Коррупция в так называемом отделе охраны растений, где молниеносно выдают за деньги незаконные, по мнению одесситов, опять же подчеркиваю, лицензии на снос, мешающих бизнесменам здоровых деревьев и крайне неохотно реагируют на запросы обычных граждан, касающиеся действительно аварийных растений, которые необходимо убрать. Ну и из блока этих претензий последнее. Это отсутствие у Горзелентреста стратегического планирования и комплексной программы оздоровления ситуации в городе. Регулярные попытки переложить ответственность за происходящее с зеленой зоны города на кого-то другого. Вот обо всем этом нами предстоит сегодня поговорить. Я предлагаю, наверное, давайте по порядку. Начнем с того, о чем мы говорили, падающие деревья, страдающие от этого одесситы непосредственно сами и, конечно же, транспорт наших городов. Я думаю, что даже мой автомобиль пострадал. Упала ветка, разбилось стекло, пробиало крышу, все это рихтовка. Я думаю, что многие одесситы хотят, чтобы пострадал автомобиль директора. Я думаю, это не совсем правильно, наверное, но тем не менее. Учитывая вопроса нашей программы, что недовольны и все остальное. Но, чтобы говорить о том, что довольны и недовольны, надо понимать, какой есть ресурс и какие есть задачи. Объем работы, который есть в нашем городе, миллионным. Кстати, город, который в прошлом году занял первое место благоустройства в Украине. Сравнить бюджет города нашего Одессы с такими бюджетами городов, как Киев, Харьков, Донецк и в общем, и в частности, бюджеты землетрестов этих городов. Но это вещи несравнимые. И могу сказать, что такой результат возможен только благодаря слаженным действиям команды, нестандартным подходам, привлечению общественности. Спасибо огромное действителям, которые активно очень участвуют в этих вопросах благоустройства землея нашего города. И через общественные организации, и через структуру городсовета, и непосредственно с землетрестом мы сотрудничаем со многими и всегда готовы открыто дальше к диалогу. Что касается веток и деревьев, да, действительно, ситуация в центре города запущена. Ей в этом надо срочно вмешиваться, наводить порядок, потому что высадка деревьев в центральной части города была в 70-е годы прошлого века. В основном это акация. Срок службы акации в городских условиях 45 лет. И, в общем-то, до юра 80% деревьев, которые в центре города произрастают, независимо от того, насколько они красиво или некрасиво выглядят, зеленые листва или не зеленые, до юра они являются аварийными и могут быть снесены. Проблема известна и нашему предприятию, и руководителю города. И в прошлом году при формировании бюджета этого города были заложены, на моей памяти, хоть и короткой, работу недавно в землетресте, но и за последние 5 лет уж точно, беспрецедентные расходы на капитальные вложения в мощности землетреста. Это такие обычные вещи, как бензопилы, бензоножницы, высоторезы и прочие моменты. И столь необходимая нам вышка, которая высотой 26 метров, крайне необходима городу. А приспособление, чтобы корни выдирать от того, чего у вас есть такие... И когда мы приобретем, могу сказать, что в Одесской области подобные техники, и у коммунальщиков ни у кого нет, это точно, и в Украине, по моим данным, тоже. Это деньги, заложенные в бюджет 2014 года? В 2013-го. А, 2013-го. То есть еще не все приобретено? В этом году, да. Проходит антрональная процедура, и когда мы приобретем, это будет громадный шаг вперед по оснащению землетреста. Кроме всего прочего, есть планы на следующий год. Потому что там действительно ресурсная база. Если говорить в статистике, еще совсем недавно в землетресте было около 150 единиц техники. Сегодня 43. Конечно, к сожалению, техника уже 20-летнего, 30-летнего возраста. Но, учитывая, что и землетресте люди работают по 30-20 лет, и, соответственно, относятся и к материальным ресурсам, и ревностно относятся к негативу в адрес людей, которые работают в землетресте, или в адрес нашей компании, они также подходят ответственно к обслуживанию нашей техники землетреста. А когда же новая будет приобретена? В этом году, что касается вашего вопроса, также бюджета этого города были заложены средства на приобретение корчевателя. В Украине таких корчевателей нет. Сегодня единственный корчеватель, который находится в киевском землетресте, он разработка украинского завода. Я был на этом заводе полтора года назад, был на этом предприятии, видел, как он работает. К сожалению, завод уже на сегодняшний день закрылся. То есть, фактически обслуживать технику этому сегодня на украинских мощностях негде. И, конечно, мы ежегодно встречаемся минимум раз с директорами всех землетрестов Украины. В Киеве сейчас в рамках коммунтех основа будем встречаться. Поднимаем основные главные проблемы. В общем-то, они во всех городах одинаковые. Есть. Александр Георгиевич, мы обязательно вернемся к теме наших вопросов, претензий от одесситов. Сейчас есть звонок от телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я проживаю на Рыжильевской, углу Успенской. Значит, на протяжении последних восьми лет с окон пятого этажа я любуюсь на засохшую акацию на углу со стороны Успенской, со стороны Екатеринской. Значит, в прошлом году половина этой акации наконец-то обвалилась, побила светильники, порвала провода. Через дорогу такая же история, видно с Платаном. Половина верхушки Платана, ну, пришло в негодность. Куда мы не обращались последние несколько лет, вопрос не решен. Нельзя ли воспользоваться возможностью, чтобы взяли интерес, найдем наконец-то порядок. Все-таки магистраль там, понимаете, проходит. Много машин, и потом мы удивляемся, почему у людей нет неприятностей. Да, спасибо, вопрос понятен. Спасибо за звонок. Опять-таки, по распоряжению мэра города нашего была создана рабочая группа. Для чего? Для того, чтобы максимально эффективно использовать даже те средства, которые у нас сегодня есть. Не только в Зелентресте, но и координировать свои взаимодействия с другими службами. Потому что работы по сносу или обрезке деревьев в городских условиях, они не такие простые, на самом деле. Это автомобили, это люди, это коммуникации, это электросети. Поэтому, для того, чтобы использовать максимальную эффективность тот ресурс, который есть в производстве, необходимо перекрывать порталы. Необходимо обестачивать линии этой передачи. И там, где есть городской электротранспорт, его надо останавливать. В частности, как на французском бульваре. То, что да, это связано с определенными сложностями, понятно. А что делать в этой ситуации? Поэтому, чтобы не распыляться, мы работаем вот таким кулаком, идем плана по улицам. Планы работ по центральной части города есть на официальном сайте нашего города. То есть любой житель города может посмотреть, когда по предварительным планам планируется работа на улице Успенской или на улице Решильевской. Это официальный сайт города Одессы. И где там смотреть надо? Там, где официальная информация, где графики работают. О графике работают. Да, там вся информация предоставлена. Конечно, погода некие коррективы внесет. В частности, по Мразливской мы один день не работали из-за того, чтобы были проливные дожди. Но в целом эти графики корректируются. Понятно. Что касается урагана, то есть вот вторая часть претензий одесситов, как сработали городские службы и в частности коммунальное предприятие Горзелентрест. Люди недовольны эффективностью работы. Что вы можете сказать по этому поводу? Я могу сказать следующее, что по анализу подобных ситуаций в Украине не было, как в Одессе. И по оценке специалистов за последние 30 лет такой наиболее мощный шторм, который прошел в нашем городе и нанес наиболее сильный ущерб. Мы общались, естественно, и с коллегами других областей, и с представителями нашего профильного министерства, и с Украинбудом. Мнение специалистов, что Одесса в рекордно-короткие сроки максимально эффективно слажена справилась с проблемой. Это мнение специалистов. Некоторые ветки, я знаю, вот возле вокзала, возле Нового Богдональда, висит ветка на проводах буквально большая. То есть сейчас висит? Сейчас висит до сих пор. Это последствия урагана? Это с тех пор висит, да. Там еще, когда стройка шла, все рабочие боялись, что на голову упадет. Сегодня мы смотрим, эта ветка висит по-прежнему. Аналогичные вещи есть в других местах. Это после урагана. Это электрики вообще должны следить? Или зелентрест? Ну, что касается электросетей, согласно закону, ответственность в районе электросетей несет балансодержательный. Но что касается безопасности одесситов... Я боюсь, что упадет провод, он же подтоплен. Мы не делим здесь ответственность, когда ветка находится в аварийной ситуации, необходимо ее убирать. Для этого достаточно позвонить на телефон зелентреста или службу ЕДИНО 058, она стоит круглосуточная. Они уже распределяют городской ресурс. Если это, например, сложное дерево, как на проводах или где-то залом, работает зелентрест. А если дерево на земле, не такое сложное, работает наше городское экономическое предприятие МЧС. Поэтому вот так для эффективности используют ресурсы. Но, возвращаясь к урагану, могу сказать, что и милиция, и УВД, и пожарники, и общественники, в общем-то, все принимали участие. И оценка лично моя. Там, понимаете, что в Одессе достаточно эффективно распределили весь имеющийся ресурс. Привлекли то, что могли привлечь. И основные задачи городские выполнили молниеносно. Потом, конечно, еще на протяжении месяцев были громадные объемы работ по паркам. Парк Победы, Парк Сеченко и так далее. Но, видите, к сожалению, вот здесь вот в этих вопросах, в этих претензиях, ваше мнение или мнение специалистов, о котором вы говорите, не совпадает с мнением одесситов. И вот сейчас люди заявляют как раз о том, что до сих пор, уже сколько время прошло с момента урагана, до сих пор на некоторых участках остаются еще неубранные деревья, которые были повалены ураганом. Может быть, успокоились или закрыли тему? А надо еще раз объехать, посмотреть, где что? Ну, безусловно, во-первых, это была одна волна урагана. Потом была несколько меньше. Сейчас, вот, еще буквально две недели назад, опять швальные ветры плюс осадки. Заломы-то, в основном, происходит веток не на сухих деревьях, а на тех, у которых есть крона. Крона во время осадков тяжелее. Чесность тяжелее, да. При прористых ветрах она заламывается. Поэтому это постоянная работа. А вообще... Есть, я, простите, перебиваю вас, есть еще один звонок. Давайте послушаем и потом продолжим тему нашего разговора. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я звоню тоже, вот, слушаю вашу передачу. Мы обращаемся уже третий раз в Зелентрест по поводу того, что дерево на канатный угол Матровский переулок возле стоматологической поликлиники частной. Там, где находятся два высших учебных заведения, где масса общепитовых точек лопнула, скрипит, малейший ветер, но скрипит, вот-вот лопнет. Лопнуло на рогатине, там где-то ствол миллиметров 400 в диаметре. Пусть хоть приедут, посмотрят. Мы, заявляюсь, несколько раз в Зелентрест. Ну, пусть приедут люди, посмотрят специалисты. Если кого-то убьет, столб завалится электрический там. Спасибо большое. Канатный угол Матровский переулок. Ну, вот уже второй звонок, кстати, по проблемным деревьям. Почему так происходит? У вас просто не хватает специалистов, чтобы они оперативно реагировали на сигналы от одесситов? Что касается канатного угла Матровской, конечно, завтра посмотрю на работе документа, за какие были обращения. Мы отреагируем на этот адрес, тоже его посмотрим. Вообще, что касается решения по сносу деревьев в городе и вообще в стране в целом, принимает специальная комиссия. То есть, это не единоличный директор Зелентреста или еще директор какого-то другого управления принимает решение. В связи с постановой комитета министров, это принимает решение комиссии, которая создана в каждом городе. Поэтому вот такие объекты, уже окончательные решения, надо принимать коллегиально. Там, где есть какие-то аварийные ситуации, конечно, мы их обсматриваем в первую очередь, присылаем туда специалистов, принимаем решение, опять-таки, о перескредлении наших ресурсов. Потому что есть где-то более высшая ситуация, а где-то менее. Ну понятно. Насколько длительна процедура принятия решения? То есть, коротко, сколько она длится? От и до. Обычно это длится несколько дней. Это если ситуация не представляет угрозу жизни. Если угроза жизни представляет гораздо быстрее. А если специалисты ваши видят, что это опасно, действительно, то вы сами принимаете без комиссии решение? Да, если есть такая процедура предусмотрена законодателем. Если дерево представляет угрозу жизни, то необходимо сделать фотофиксацию, составить акт обследования. Это может даже без специалистов взяли интересное. А потом эти все документы то есть это одесситы могут составить фотофиксацию, сфотографировать и предоставить вам. В комиссию. Вы сами делаете объезд территории, либо это все-таки по сигналам одесситов? Где находятся аварийные деревья? У нас есть как бы зоны зелезные, которые делятся на общего значения, специального и так дальше. Если мы говорим про деревья, которые высажены на улице города, это посадки специального значения, мы обычно получаем информацию либо от ЖКС наших, потому что у них все-таки есть штат дворников, которые сразу же эти все есть, обнаруживают какие-то моменты и сообщают нам. Если это территория, например, парки, скверы, где общего польза мы обслуживаем, естественно, сотрудники сообщают информацию, дальше мы принимаем решение. Понятно. Есть еще один звонок, давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Если позволите, у меня два вопроса. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вот обрезкой деревьев и прочими работами, вот занимаются специалисты, они какую-то подготовку специальную проходят, или это просто люди, которым в руки дали бензопилу? И второй вопрос, пожалуйста, по улице Осипова. Вот мне, например, непонятно. Вот обрезали кроны полностью, стоят голые стволы. Что дальше? Эти кроны нарастут? Или спилят эти стволы? Что будет на улице Осипова? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Действительно, вот такой момент есть, достаточно тонкий и неудобный, скажем, для взаимосвязания городов, что четко не определен, кто обслуживает деревья. То есть, как вы сказали, может частная компания приехать произвести обрезку. Неграмотно, которое может потом произвести к уничтожению дерева. И законодатель четко не определил, что есть такое специализированное на сегодня организация. Поэтому вот с такими крупными компаниями, как Облэнерго, которые, как мы уже говорили сегодня, их обязанность состоит в том, что в зоне действия этой передачи обеспечить безопасность, в том числе и обрезку деревьев. Было несколько инцидентов на заре деятельности, но все-таки мы сели за стол переговоров, определились, что да, они обеспечивают безопасность, своими силами производят обрезку, но, однако, при этом вызывают специалисты за интересное, и наш сотрудник уже говорит, где можно более глубокую обрезку сделать, показывать где скелетные ветви и так дальше. Это, кстати, непростой вопрос. Если вы неграмотно обрежете дерево, может или пойти растение туда, или даже если мастика не замазан, начнет гнить и превратиться в дерево опасное. Поэтому, казалось бы, ну, не так обрезал. Это не просто так. Хорошо, давайте, давайте. Проблема, которую мы получим сегодня, это эстетический вид потерянного дерева. Да, мы еще, как правильно вас написали, получим потом проблему еще несколько лет, когда лопается, падает ветка, мы не понимаем, чего. От того, что там, ну, вот недавно убирали ветку, вроде живое дерево, глядичье полностью, громадная ветка упала на улице советской армии, угол Троицкой. Все это живое дерево, но, однако, когда уже дерево, ветка упала, было видно, что там дуплистость и газопричина вот этого. Вот что касается здоровых деревьев, то, что вот мы тоже, я в качестве претензий называл сегодня вам, что касается здоровых деревьев, вырубка, почему происходит, что вот такие случаи, когда деревья больное, да, и оно остается, люди звонят, не могут добиться для того, чтобы его срезали, убрали, да, и абсолютно здоровые деревья, вот как на французском бульваре, их спиливают. Почему так происходит? Да, если позволите, я еще отвечу на второй вопрос. Да, пожалуйста, да. Потому что он как раз вот по... По Осипову, да, вы видите. Да, по опыту он многих интересует. Мы проводим работу на дирекционах, на других улицах, на французском бульваре. Конечно, каждый подходит, живо подсказывает и объясняет, как надо работать, где правильно, где неправильно. Доверьте специалистам. Люди с многолетним опытом, и, естественно, никто городу вред принести не хочет. Что касается обрезки Осипова, как я уже сказал, деревья перешагнули, многие из них в возрастной рубеж. Чтобы не сносить все деревья, которые возможно юридически брать в городе, мы прибегаем в некоторых случаях к омолаживающей обрезке. То есть дерево весной продолжит развиваться. Проснутся спящие почки, возникнут новые побеги, и следующей весной мы получим нормальное здоровое дерево, которое будет уже формироваться кровно, на другой высоте, уже не будет такой парусности, не будет такого рычага, и, в общем-то, город останется дальше зеленым. То есть, что касается конкретно Осипова, сносить эти деревья там не собираются? Нет, это проведена специальная обрезка. Что касается здоровых деревьев, о том, о чем мы говорили. Действительно, появились в интернете и многих СМИ комментарии, действительно, что на французском бульваре, так я понимаю, были снесены здоровые деревья. Но эта информация полностью не соответствует действительности. На все деревья, которые на французском бульваре были снесены, есть акты обследования. Мало того, есть фотофиксация деревьев, когда они еще находились на французском бульваре. И Зенитрес понимает всю величину ответственности за проведенные работы. Поэтому вот такая, извините, не хочу никого обидеть, но каждый суслит к агроному, это, наверное, неправильно. Если мы уже имеем, собственно, вы, вы и я, все жители города являются собственниками всех коммунальных предприятий. Это же такое предприятие мое, как ваше, как ваше, как того, кто нам звонил, жители. Это наше городское предприятие. На нем работают наши специалисты. И что касается французского бульвара, говорили там расширение улицы, не расширение улицы. Мы, когда обследовали комиссию французского бульвара, а предварительно по распоряжению мэра мы все улицы обследовали самостоятельно, чтобы понимать те ресурсы, которые необходимо задействовать в перспективе, которая уже сегодня наступила для этих работ, подходили совершенно объективно, и ни одно лишнее дерево не убирали. То есть там вопросы возникали, потому что, ну откуда? Смотрят на пень, один пень видно гнилое, там какая-то, так сказать, а в другой смотрят абсолютно срез, чистый, гладкий. Мы с вами специалисты, мы понимаем, что если пень чистый, гладкий, поэтому судить, да? Да, что не значит, что дерево было, например... То есть выше оно могло иметь гниль, и сияв... Конечно, сухая вершинность 8-8%, практически сухая вершина, дуплистость на стволах, которые потом, приемли к этим последствиям, что мы обсуждали, практически там 8% отслоения коры на кленном французском бульваре. И они все, естественно, фотофиксировались? Да, на пне это уже ничего не видно. Но я просто понимаю, откуда этот разговор идет, потому что люди видят пни, и так и обращались, говорили, вот мы смотрим, гладкий пень, что ж такое, было хорошее дерево. Ну я понял. спасибо дефитам, когда тоже подняли такой вопрос, что после сноса нами деревьев на французском несколько лунок было заасфальтировано. Действительно, мы подъехали, обнаруживаю эти лунки, потому что, повторюсь, вся по всем деревьям, которые мы посетили, есть фотофиксация. Мы знаем, где было дерево, где... И потом там высадка была. Дали предписание, и, в общем-то, в эти выходные, когда мы работали на французском бульваре, я сам лично убедился, что на этом месте уже лунки восстановлены. То есть там будет... А то, что говорили, что там будет вестись какая-то реконструкция на французском бульваре. Вот это тоже такое звучало. Во-первых, это вопрос не мой. Во-вторых, я о нем узнал только после того, как поднялся момент, связанной, что специально сносим деревья, я занимался своей работой. Я обследовал ту улицу, и мы специалисты... То есть это другая работа в данной ситуации проводилась? Это моменты не связаны. Я даже не готов их комментировать, потому что мы проводили свою работу, согласно законодательству, кто там что обсуждал. Понятно. Что касается недостаточной для Одессы объема высадки новых насаждений, почему так происходит? Одесса действительно задыхается, не хватает зеленых насаждений в городе? Ситуация в городе не катастрофическая, конечно, но хотелось бы, чтобы площадь зеленых насаждений на жителя была несколько выше. А рядом с другими городами мы отстаем, такими там даже, как Киев. Ну, в Киеве очень большие объемы лесопосадок, то есть практически в некоторых районах Киева заходит лес. То же самое там и в многих других областных центрах. Одесса все-таки степь. Конечно, степь, но это тот кусочек степи, который наши предки очень озеленили. Надо ее продолжать, вахту, так сказать, принимать. Совершенно верно. И тут и используем все ресурсы, в том числе и общественность, вы знаете, очень много высаживает в осенний период. Весенний уже была высадка. Из всяких сомнений и в осенний период будем совместно действовать. Но, вы знаете, здесь надо быть прагматиком. Надо понимать, что не главное из этих оботкнуть сажение с грунта. Главное выходить. Это подлоги. Кто будет следить дальше? Вот об этом чуть позже мы поговорим. Сейчас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. При гурнике привели в порядок улицу Тераспольскую. Высадили монады и деревья. Сейчас при этой настоящей городской власти все деревья засохли без должного ухода. Скажите, пожалуйста, когда будут высажены новые деревья? Нас интересует этот вопрос. Мы живем на этой улице. Спасибо. Спасибо. Действительно, есть такая проблема связанная с этой улицей. К сожалению, деревья там высажены на коммуникациях. И сегодня мы убираем каждый год определенное количество засохших саженцев. Клен шаровидный развивается до какой-то уровня. Потом, видимо, как корнями достает коммуникация, дальше развиваться не может. Поэтому мы приготовили на этот осенний период другой вариант высадки. Хотим подобрать тоже декоративные деревья, у которых несколько другая корневая система, которая не идет вглубь, а развивается как мочкообразная. И думаю, таким образом, постепенно мы на этой улице исправимся. Кстати, как на этой улице обстоят дела с таким вопросом, который, в общем-то, в основном, по городу стал острым. Раньше выходили трубы, кран и дворники подключали, кидали под дерево, шла. Наверное, работники занимались. Тоже, наверное, этим занимались. Сейчас видим, что это все поотрезано, закрыто, видать, с водомерами, с чем-то связано. Кто оплачивает, во-первых, это все-таки большой объем воды. И как проводится этот полив и насколько вы с этим сталкиваетесь. Потому что без воды в степи вы сидите, конечно, и вырастите. Насколько я понимаю, это гидранты специально были для полива. Абсолютно с вами согласен. В наших широтах, в нашей экономической зоне без воды ничего выходит невозможно. И это не наше хозяйство, это хозяйство ЖКСов или же, не знаю, может, ЖСК, или неважно, в общем, какой-то там, кому приезжают эти дома. И вот эти перворабатки, так называемые, вдоль улиц зеленая зона обслуживаются ЖКСами. Деревья обслуживаются зеленоинтересными, вот, перворабатки ЖКСами, конечно, без воды их выходить невозможно. В плане, вот, как бы, такого, прагматичного подхода к городскому хозяйству, могу сказать, что, когда создавались новые зеленые зоны в прошлом году, мы эту ситуацию обсуждали с руководителем города, и он принял будь то Крымский бульвар или же Александровская колонна, Толбухина площадь, везде мы начинали с того, что закладывали систему пыльев. Без воды мы ничего в наших условиях не выходим. Ну, понятно, а в центральной части города что произошло с теми гидрантами? Ну, это, повторюсь, не наше хозяйство, не наше средство. Проблема есть. Проблема есть, совершенно верно. И, действительно, давайте, вот, завтра у нас с утра в повторник аппаратное совещание ЖКХ, и, думаю, мы этот вопрос можем обсуждать. Можете сказать, что это действительно задают вопросы? Городская власть что-то спланирует, кого-то ответственно значит инвентаризацию сделать, что это составляет из города. К неприятному вопросу о коррупции, то, что я спрашивал в так называемом отделе охраны растений. Ну, суть вопроса понятна, да, что многие действительно говорят о том, что когда дело касается каких-то бизнесменов и им надо снести то или иное дерево, этот вопрос решается довольно-таки быстро, а когда надо решать что-то без денег и касается каких-то частных интересов простых одесситов, то почему-то добиться они сноса дерева не могут. Ну, мы уже несколько вопросов затронули. Сносом деревьев разрешением на снос занимается не зеленедрест, занимается специальная комиссия, в которую входят специалисты зеленедреста, как специалисты. Решение принимается коллегиально. Это что-то департамент благоустройства или кто-то там? Ну, сегодня эта комиссия находится при департаменте экологии. То есть, несколько лет назад он находился при департаменте благоустройства. А сейчас экологии на Дерибасской 14. Совершенно верно. То есть, любой одессит может обратиться либо туда, либо в зеленедрест. Мы, соответственно, как члены комиссии с этими обращениями выходим на комиссию. Комиссия выходит, обследует территорию, принимает решение можно снести или нельзя снести. Кроме того, мы же понимаем, что мы живем в городе. То есть, здесь все-таки есть конфликт. Ахитектура и спортов хотела бы, чтобы везде были стадионы. Правда же? Управление образования, чтобы везде были школы. Заинтересно, чтобы везде были парки. Это город, поэтому тут должен быть какой-то компромисс. Это и к чему? К тому, что разрешением на снос еще является разрешение так называемой декларации ГАЗ на начало работы. То есть, тут вообще не спрашивают комиссию по сносу. Так, архитектура решила, что в этом месте условно говоря будет... А вот как в этих случаях кстати решается? Ну, когда гнилое дерево, там понятно. А вот если действительно именно ГАЗ дал разрешение тут что-то застраиваться, там под нож идут и хорошие деревья. Какая степень? Сколько надо оплатить в казну? И фонд образуется, и потом идут эти средства на восстановление? Вам же на зеленотрест, и вот вы столько количества должны высадить. Или как-то это разорванная вещь? Ну, вот вы совершенно четко так сказать, зайдите в корень. Это так называемый вопрос о восстановительной стоимости. Если дерево больное или сухое, то там нулевая плата. Если дерево здоровое, то есть специальная методика разработанная Кабинета Министров. В общем-то, это не дешевое удовольствие. То есть, деньги поступают на специальный счет городской казны. Дальше это спецфонд, с него приобретаются только, имеют право тратить только на опросы с озеленением. Могут только добавить от себя, что постановление Кабина 2006 года, но только в конце 2011-го мы, проведя через этот опрос, создали ситуацию в городе действовать такой, что уже от оплаты этой стоимости никто выйти не может. До этого почему-то эта стоимость вообще не взымалась. А сегодня вот то, о чем мы говорили, о тех системах полива, многих работах, которые мы сделали в прошлом году, мы многие из них сделали именно благодаря тому, что вот эти деньги... с этого спецсчетом, да. Что касается деревьев, да, вот сейчас я бы хотел становиться на судьбе одного ботанического памятника Одессы, это вековой дуб, темная ночь, как известно, он расположен на проспекте Шевченко, и по оценкам специалистов, это дерево не намного моложе самого нашего города. И вот с конца 70-х годов прошлого века держателем охранного обязательства по этому уникальному дереву является горзелинтрест, то есть ваша организация. В последние годы вокруг дуба развелось активное строительство, развернулось, которое создает реальную и прямую угрозу этому дереву. Как объяснить, что законность этого строительства в суде оспаривали не вы, я имею в виду ваша организация горзелинтрест, на кого законом, собственно говоря, возложена охрана этого объекта, а общественные организации. Вот в прошлом году они выиграли три суда у ГАСКа, у Приморской администрации, которые выдавали незаконные разрешения на строительство. Это вообще на самом деле здорово, что у нас в городе такая активная позиция горожан и общественных организаций. Мы в самом начале сегодняшней беседы именно об этом говорили. Что касается почему не горзелинтрест, вокруг этого дуба ситуация развивается, насколько я так смотрел по документам, с 1999 года. Давняя история, конечно. Давняя история, конечно, да. Но спасибо нашим коллегам, спасибо общественникам, которые очень активны в этом процессе участвовали. Я скажу, что наш совет рассматривал, писали письма, и потом когда-то в один момент приняли решение, ну кто из общественных организаций входящих в совет возьмет на себя такую миссию, как подать в суд. И вот Гридоматская разъездная, у нас эксперт совета, возглавляет Сергей, вот они обратились. И вот на протяжении конец второго времени они судили и судили и выиграли. Но от лица всего, как бы, сообщества экологического они выступали, как, ну в суде надо, чтобы конкретно кто-то. Хорошо, что вы подстраховали, так сказать. А если бы общественники не подсуетились, как говорится? То есть это опять же... по крайней мере как минимум я не знаю будет ли принято решение, то есть незаконно им разрешили, незаконно там построено, будет ли снесено, но по крайней мере не будет второй этаж строиться, как хотели, не будут строиться рядом еще здания. То есть я думаю, что это уже остановлено. Там благоустроили, потому что никак не приводили в порядок. Сейчас оградили, сейчас там приличный вид. Хотя, конечно, мы экологи, хотели бы, чтобы вместо здания стояла какая-нибудь скамеечка, клуба красивая, и чтобы там молодых казачат принимали в казаке, наш казахский дуб, это наша культура, история. То есть есть чем гордиться, водить туда туристов. Есть звонок, давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер, мы слушаем. Добрый вечер. Меня интересует вопрос, у меня такой вопрос, вернее, что касается благоустройства вообще города. С обрезкой деревьев, с аварийными деревьями в Мало-Мальске стала понятна ситуация, спасибо за такой ответ исчерпывающий. Что касается вообще развития территорий и в плане клумб по городу, вот появились вот топиарные фигуры в этом году много, планируется ли какая-то еще в следующем году работа в этом направлении. Спасибо за реконструированный парк космонавтов, я живу на Среднефантанской площади, очень приятно там прогуливаться. Будут ли еще планироваться какие-то парки в этом году или в следующем реконструкция? Спасибо. Спасибо. Я бы к этому вопросу еще добавил бы в тему предыдущую, когда мы говорили об охраняемом объекте. Ведь и другие объекты, и где-то перечень у вас, наверное, есть этих объектов, которые взяли тресно под охраной. Какие-то ботанические памятники, там за библиотекой Горького во дворе, по-моему, есть интересные деревья, которых мало, кстати, одесситы знают, другие места. Можно ли было бы с вами как-то потом, может, после передачи встретиться, узнать этот перечень и издавалось ли какой-то буклет по этому поводу за последние. Я помню, только в советское время не была книга такая, где было описание, что за дерево, или там кустарник какой-то, как он называется, сколько лет, и кто конкретно ответственный за содержание. Вопрос, важный момент. Да, давайте обсудим с удовольствием. У нас всего 28 так называемых запоминентованных деревьев. Могу сказать, что этот список мы можем вместе с вами пополнять, потому что, в общем-то, Одесса развивается, время летит, деревья взрослеют. Что касается вопроса телезрителей, да, действительно, мы в этом году начали, продолжили вопросы с основок это пиарный фигур, но благоустройство территории надо походить комплексно, как мы уже говорили, да, начинаем с системы полива. То есть, на каждой территории посчитали, есть ли средства для этого, система полива, газоны, клумбы, это пиарная фигура, тогда комплексно благоустройство, где-то необходимы скамейки, урны, освещение. Тогда комплексно благоустройство территории не для того, чтобы сфотографироваться или попиариться, а для того, чтобы эта территория потом могла еще долгие годы обслуживаться и иметь презентабельный вид. Ее потом поддерживать легче. А кто, кстати, занимается дизайном этих фигур? Вот вспомнить Божью Коровку, которую критиковали в интернете, вы помните, да? Художники или зеленые архитекты? Удачный опыт был. Спасибо за критику, но, в общем-то, не ошибается, что-то ничего не делает. Поэтому, ну, прияснулись старинцы, пошли дальше. Вот Божья Коровка, которую мы делали уже для выставки цветов в Парке Победы, она понравилась всем. Уже все фотографировались, и возле Воробья, и возле Божьей Коровки. Это наши специалисты, у которых профильное образование, это не просто какие-то модные дизайнеры, это именно дизайнеры-ландшафтники, архитекторы-ландшафтники. Есть еще, у нас очень мало времени, поэтому есть еще один звонок, давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем, да. Добрый вечер. Я хотела бы задать гостю такой вопрос. Вот все-таки самая главная ваша функция, это природа охранная. Очень много варваров, которые уничтожают деревья, и даже говорят, что и ваши работники тоже в этом причастны. Но почему нет никаких уголовных дел, где бы вы сохранили, вот вы бы хвастались, сколько вы деревьев сохранили в городе Одессе. Не сколько вы срезали, а сколько вот, потому что у нас степная зона, у нас каждое дерево на вес золота. И я вас всегда рассматривала как природоохранную организацию, но на самом деле вы все время говорите о том, сколько вы срезали, не срезали, а сколько вы сохранили. И почему нет уголовных дел по варварскому уничтожению деревьев? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Видно, что задано от души, человек болеет ситуацией в городе. Почему нет уголовных дел? Ситуация на самом деле простая. Мы с вами обсудили вопрос о восстановительной стоимости. Что они включают в себя? Они включают в себя стоимость зеленого насаждения, плюс затраты на их восстановление. Сумма достаточно приличная. Но противовес ей идет, так сказать, такса ущерба. Вот наши коллеги-экологи в случае незаконного остановки зеленого насаждения или уничтожения насчитывают ущерб. Так вот, к сожалению, ущерб в разы меньше тех платежей, которые бы человек заплатил с на себя зеленого насаждения незаконно. Вот в этом и момент такой есть. Мы обратились уже в наше профильное министерство с просьбой, чтобы все-таки таксы ущерба увеличили в некоторых случаях даже в десятки раз. Для того, чтобы при незаконном смысле в самом деле можно было открыть уголовное дело и наказать людей. Думаю, на наш город таких несколько прецедентов будет достаточно. Что касается руника Зенитреста, я сам несколько раз останавливал бригады, которые пытались снести деревья. И на вопрос «Кто вы?» мне говорили «Мы сотрудники Зеленитреста». Потом я задал вопрос «Покажите удостоверение». И оказывались другие люди. Потом начинали звонки какие-то, прятки и все остальное. Я вам больше того скажу, что не только с деревьями. Самое интересное, что в наших заповедных территориях, вот если вы ловите, допустим, где-то рыбу, вы платите один штраф. А если идет заповедную территорию, например, Терегуйский лиман, оказывается, гораздо ниже расценка. То есть интересно получается. То есть это не доработки законодательства. Мы уже написали Верховную Раду, написали Камин. И уже сейчас это еще пересчитывается. Я думаю, что здесь тоже в городе. Сами стимулируем. Александр Беоргиевич, сами стимулируем браконьеров. У нас совсем не осталось время, практически минутка. Заключительный вопрос. Все-таки будет Одесса озеленяться? Особенно это касается, конечно же, новых спальных районов. Почему? Потому что, касаясь еще одного из пунктов тех претензий, о которых мы с вами говорили, отсутствие у города Зелендреста стратегического планирования и комплексной программы оздоровления ситуации в городе. Будет город озеленяться? Какими темпами? Когда? И как это планируется делать? Я бы даже добавил, чтобы мониторить ситуацию и на мази этого мониторинга планировать. И обращаться в городсовет за финансирование. Действительно, для того, чтобы принимать стратегические решения, нужна какая-то подоснова. Мы изучили и как раз сейчас занимаемся практически уже на финальной стадии разработкой программы 2014-2019 в нашем городе Одессе. Там заложены очень хорошие моменты по озеленению, по благоустройству территорий. И все-таки я надеюсь, что мы сможем эту программу, в отличие от этой программы, которая уже закончилась, воплотить в жизнь в полном объеме. Что касается зеленения новых территорий, спальных районов и прочих, когда-то там высаживались деревья, в основном это были тополя, быстро растущие, фабрика кислорода. У нее есть положительные моменты, но есть отрицательные дерева, жжет недолго. Конечно, и там проблема назрела. И эти все моменты заложены в нашу стратегическую программу. И мы уже говорили о переснащении зеленедреста, об усилении материальной базы. В том числе, мы сейчас стоим вопрос об усилении штатной численности зеленедреста. Надо еще учитывать аллергиков. Может быть, надо не... Другие деревья. Другие деревья, либо мужского пола, или там женского. Уважаемые господа, к сожалению, время нашей программы истекло. Мне остается только подвести итоги интерактивного голосования. Хочу напомнить сегодня телезрителям, что мы спрашивали у вас, удовлетворены ли вы работой КП «Горзелендрест». Телезрители ответили следующим образом. 18% – да, 62% наших телезрителей нет, не удовлетворены. 20% считает, что это трест, который лопнул. Так что, спасибо большое за активную беседу, за много интересных фактов. Александр Георгиевич, несмотря на все ваши заверения, то, что вы говорили сегодня в эфире, как видите, на сегодняшний день, по крайней мере, наших телезрителей вы не совсем убедили. 62% все-таки не удовлетворены вашей работой. Так что, есть над чем работать. Есть над чем работать. Спасибо и за такую оценку. Для нас это стимул. Спасибо большое. Спасибо за эфир. Всего вам доброго. До свидания. Что ж, уважаемые телезрители, наше время подошло к концу. Наша программа заканчивается. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.